Здравствуйте, дорогие зрители! И снова я с вами. Меня зовут Шуламит. Это для новых зрителей, которые меня, наверное, не знают. Ну, что я хочу сказать? Сегодня 17 октября. Никаких особенно новостей от меня не ждите. Но видео не о новостях. Я попытаюсь ответить на пару вопросов, которые мне тут дали. И на все, наверное, не отвечу, но на какие-то отвечу. Я не хочу делать чересчур длинное видео. И вопросы, которые связаны, конечно, с нынешними событиями, с войной. Но прежде я хочу пару слов сказать о комментах. У меня даже было желание закрыть комментарии. Но я люблю связь со своими зрителями. Я хочу людям дать возможность здесь высказаться. Поучаствовать в беседе с ними иногда мне хочется. Ну, зачем лишать людей такой возможности высказываться? Дело в том, что в прошлом видео было столько негатива, что вы себе даже представить не можете. И таких злобных комментариев, таких пожеланий, всего самого ужасного я еще на своем канале не видела. Я не собираюсь обсуждать эти комменты. Я не собираюсь вступать ни в какие дискуссии, потому что они совершенно бесполезны. Я постирала все, что могла, забанила всех, кого могла. Потому что, ну, не хочу портить настроение людям, которые будут читать эти комменты. Ну, зачем? Какие вопросы? Ну, это вопрос очень актуальный. Вопрос такой, выдержит ли комната безопасности или убежище, выдержит ли оно прямое попадание ракеты? Ну, тут несколько вещей, которые я хочу сказать. Во-первых, я вам в прошлом видео ничего не рассказывала. Ну, полагаю, что вы, наверное, знаете. Но я поняла, что далеко не все это знают, что у нас есть еще другие средства, которые нас защищают. Во-первых, у нас есть железный купол, который отбивает самые мелкие ракеты, можно так сказать. Почти все, причем отбивает 90 с лишним процентов его эффективность. У нас есть шарвитоксамин, то есть волшебная палочка, или, как ее еще называют, проща Давида, который отбивает более крупные ракеты. Вот такую ракету недавно из газа послали к нам сюда, на север, которая может пролететь 250 километров. Ее сбила именно проща Давида. Ну, и третья степень защиты, самая высокая, это от больших ракет, это ХЭЦ. ХЭЦ в переводе это стрела. Вот такие у нас системы. И сейчас очень скоро появится на вооружении еще четвертая вещь, это лазерный луч. На иврите он называется Маген Ор. Ну, вот теперь для примера я вам расскажу. Предположим, полетело 5000 ракет. Во-первых, те, которые упали в море или на открытой местности, их даже не сбивают. Но те, которые должны попасть на города, на поселки, их сбивают. Большинство из этих 5000 будет сбито. Но какие-то все-таки упадут. Куда они упадут? Они обязательно... Будет прямое попадание в дом? Нет. Прямое попадание в дом бывает крайне редко. Обычно они падают где-то на улице, на пустыре. Ну, где угодно, да? На детской площадке. Что опасно в них? Опасно то, что они взрываются. И есть осколки, и есть ударная волна. Если вы находитесь в защищенной комнате, то вам не страшно ни то, ни это. Даже если вы просто в помещении находитесь, то даже это вам может спасти. Может случиться прямое попадание ракеты. Это очень редко. Вы, наверное, слышите в новостях, что вот в какой-то дом, вот в Ашкелоне, вот в Иховате попала ракета. Погибли ли там люди? Нет, они не погибли, если они сидели в защищенной комнате. Потому что что такое падение ракеты? Самая опасная, если ракета вот так вот под углом 90 градусов к стене летит. Но такого не бывает. Она же не летит горизонтально. Ну, или вертикально, да? Она летит по параболе. Короче говоря, если она по касательной летит к дому, она повредит, как правило, наружную стенку. Я видела такие дома с повреждениями, что стенка обрушилась, и там видно содержание квартиры. Но те, кто сидели в комнате безопасности, они остались живы. Насколько эффективна эта комната, мне трудно сказать. Я не слышала ни об одном случае, что погибли люди, которые сидели именно в комнате безопасности. По-моему, нет. Но если кто-то знает о таком случае, расскажите. Но если такой случай был, то это очень-очень-очень редкий случай. То есть действительно она защищает. Более того, когда-то очень давно, я думаю, лет 20, наверное, прошло, я смотрела документальный фильм по телевизору, показывали. В Негиве построили специально для эксперимента, построили, по-моему, восьмиэтажный. Это был дом. И в нем сделали вот эти комнаты безопасности, эти мамады, как говорят на иврите. Сделали на всех этажах, на каждом этаже по одной комнате, одна над другой. Все восемь этажей. Если это было восемь этажей, не могу утверждать. И после этого взорвали этот дом. Только я не помню, или ракеты взорвали, или просто взорвали. Так вот дом-то разрушился, а все эти комнаты безопасности остались стоять. Такой столбик одна над другой, остались вот эти вот комнаты стоять. То есть это показало, что они действительно устойчивы. Не знаю, какой мощности был взрыв всего. Сегодня, конечно, дома тоже строят не так, как тогда, наверное. Но так или иначе, они показывают свою эффективность. Люди спасаются. Вообще, вариант, что именно на ваш дом упадет ракета, он, в общем-то, вероятность не очень высокая. Как я уже сказала, даже если очень много ракет, все-таки большую часть их сбивают. И не надо так сильно бояться. Конечно, пугаться вы будете. Я сама, я все время говорю, что я не боюсь. Да, у меня нет страха постоянного. Но когда я слышу сирену, я, конечно, пугаюсь на минутку. Потом я захожу, сажусь там, уже успокаиваюсь немножко. Ну и, конечно, волнуюсь. Ну и когда я слышу бум, я от неожиданности тоже могу испугаться. Но, кстати, бума я советую не бояться. Потому что если он уже случился, значит, событие уже произошло, а вы остались живы. Следующий вопрос, который мне задали. Почему вы не уезжаете? Уйдите. Ну, что я на это хочу сказать? Конечно, можно и уехать. Я не осуждаю людей, которые уезжают. Если у человека такой сильный страх, что он не может здесь находиться. Нет никаких проблем. Вы можете отъехать на время, если вы не слушаете в армии. Если вы не такой очень важный человек, который здесь непременно. Вам незачем страдать, если есть такая возможность. Почему нет? Я вам скажу, почему я не уезжаю. Не потому, что я такая героиня. У меня тут дети, у меня тут внуки, у нас с моим мужем старенькие мамы, которых уже с собой не возьмешь. Их уже перемещать опасно. Они могут полеты не выдержать. Такие они старенькие. Вы понимаете, мы связаны с родными очень сильными узами. И как это вы себе представляете? Мы уедем и будем там спокойно где-нибудь сидеть и наблюдать за тем, как наши дети сидят под ракетами. Нет, это невозможно для нас. Еще вопрос, на который хочу ответить. Сейчас посмотрю. Как я держусь? Спрашивают. Как вы держитесь? Откуда берете силы, оптимизм и почему вы так спокойны? Кто вам сказал, что я спокойна? И кто вам сказал, что я оптимист? У меня такой имидж. Я такой человек, который не любит свои проблемы навешивать на других. Жаловаться, плакаться. Ну, может быть, очень близким, но не всем подряд, конечно. И я выгляжу оптимистичной. Это просто мой имидж. Я не хочу сказать, что я такой уж прямо пессимист. Я реалист. Но я так держу себя в руках, знаете. Не высказываю пессимизма какого-то или каких-то отрицательных эмоций. Не забудьте, что я преподаватель, который проработала много лет. И здесь, в Израиле, я 25 лет проработала. Поэтому я привыкла держать себя в руках. Перед учениками я работала, с учениками, с учителями я работала. Я привыкла себя держать в руках. Понимаете, какое бы у меня не было настроение, как бы я себя плохо не чувствовала, я держала себя в руках. Так что мое спокойствие, оно не то, что наигранное. Нет, я человек естественный, прямой. Но я просто держу себя в руках. Кроме того, от чего мне надо так сильно волноваться. Сейчас все тихо, спокойно. Мне никто не мешает. Мой муж ушел из этой комнаты, чтобы мне не мешать разговаривать с вами. Никто со мной не спорит, никто меня не перебивает. Поэтому я могу спокойно говорить. Так что так. Что касается сил, сил у меня не больше, чем у вас, поверьте. Ну и кроме того, что позволяет мне держаться, позволяет мне держаться вера в то, что мы победим. Я в это верю. И для этого у меня есть основания. Но это не слепая какая-то вера. Но опять же, я не буду здесь доказательства и доводы приводить. Об этом полно. В интернете можно чего почитать. Какая здесь армия, какие здесь люди. Об этом я не раз рассказывала. И я думаю, что сегодня я не буду на этом заострять внимание. Последнее, что я сегодня хочу, перед тем, как я закончу. Видео не очень длинное будет, наверное. Я надеюсь, я хочу дать вам советы. Ну что делаю я? И что можно сделать для того, чтобы выдержать вот это нелегкое испытание, которое на нашу долю выпало? Первое, это, во-первых, не запускать себя. Вот я вчера пошла и подстриглась, хотя мне очень не хотелось. И даже вылезать из дома лишний раз не хочется. Но когда я вышла из дома, я увидела, что много людей, что ходят машины. Течет обычная жизнь, обстановка нормальная. Так что стараюсь выходить. Я вам тоже советую не сидеть дома, а не хотите, не идите куда-то далеко. Я, конечно, говорю не о тех, кто работает и каждый день выходит из дома. Я говорю о нас, пенсионеров, которые не обязательно должны выходить из дома. А все-таки выходите. Во-первых, солнышко, витамин D получите. Во-вторых, нужно просто немножко подвигаться. Кстати, тоже полезно походить. Боитесь далеко уходить? Не уходите, далеко ходите взад-вперед. Но выходите, каждый день выходите. Когда вы двигаетесь, вы делаете зарядку, выходите, вырабатываются эндорфины, у вас повышается настроение. И, конечно, не смотрите новости все время. Я, конечно, новости смотрю каждый день, но кратко. Раз в сколько-то там, в пару часов я просматриваю, да, смотрю, что нового случилось. Потому что все может случиться, мы все сейчас в ожидании. Наземная операция не начинается, потому что завтра приедет Байден, завтра в 9 утра выйдет мое видео, очевидно, я выпущу. И будут какие-то новости, вероятно, мое видео будет, наверное, уже устаревшее. Конечно, есть люди, которым помогает медитация, люди, которым помогает молитва. Молитва – это тоже род медитации. Конечно, делайте это, если это вам помогает. Ну, еще одну очень важную вещь я хочу сказать – это о помощи ближнему. Если вы можете работать волонтером или просто помогать кому-то, делайте это, делайте это. Это очень займет вас, и вы не будете думать и пугаться, и переживать. Вы будете просто заняты делом. На этом я пока с вами расстаюсь. Будьте здоровы, берегите себя, держитесь. Это я обращаюсь, конечно, к израильтянам. До свидания. Надеюсь, что до новых скорых встреч.